Окей, в последнее время я, в принципе, рекомендую вам настроить терминал примерно такой, как у меня. Я сегодня еще раз быстренько объясню, почему он такой, почему это важно. То есть желательно, чтобы вы видели одновременно весь рынок, чтобы у вас были настроены сканеры как для форума, как для форума. Так и для акций. Также вы должны видеть, что происходит с ETF. Мы это рассматривали все сами неоднократно, но делается это все для чего? Для того, чтобы вы могли быстро принять решение, что делать, когда делать, куда бежать, зачем. Особенно важно видеть тренд, собственно говоря, рынка всего именно в трендовые дни, когда идет активный рост индексов или активное падение индексов. Также этот терминал позволяет видеть, вы видите, спотовое золото, спотовая нефть, то есть мы видим ситуацию полностью в секторах. Если идет активное падение какого-то сектора, ну, глупо торговать чем-то другим или рост. То есть если вы видите, что явно, например, сливают золото, это вчера, например, было, мы писали там, какие акции падали. Я в рабочей зоне все это пишу обычно еще с премаркета. Второй вопрос, что этот терминал имеет также возможность показа того, что происходит на премаркете. Где-то за полтора часа до открытия премаркета, то есть премаркет открывается там, грубо говоря, за полтора часа до открытия сессии. Так вот за полтора часа еще до открытия премаркета, то есть за три часа до открытия американской сессии, уже New High New Low показывает, вот этот вариант показывает какие-то вещи. Например, сегодня я даже не обратил внимания, что отчитывался Банков Америка, но первым, что выбросило сегодня вот сюда в New High New Low в продаже, был Банков Америка. И я в этом написал сразу же вот здесь, в рабочей зоне трейдера, вот это все мои, видите, сегодняшние посты, что я вот уже с утра самого написал, вот первое, что сегодня там вывалилось, это Банков Америка. Видите, баг просел первым сегодня. Вот так это выглядело в тот момент, когда я это увидел. Видите, сразу же Банков Америка первым New High New Low. Поэтому даже на премаркете вы уже, даже не зная, не умея переводить английский, не слушая CNBC или Bloomberg, если у вас нет возможности, понятно это все, но вы физически увидите это, понимаете? Вы должны видеть, что происходит с рынком. Для этого, собственно, создан этот терминал. Итак, что мы видим сейчас? Мы видим, что по-прежнему превалируют продажи. Вот New High New Low, вот эти строчки влево, да, показывают. Мы видим, какие акции пробивают достаточно крупные какие-то уровни, падают на 1%, на 2%, на 3%, на 4% и так далее. Дальше вам остается перейти на тот таймфрейм, который позволяет вам видеть потенциал движения. Если вы не видите потенциал, то даже если вы работаете, то лучше работать очень аккуратно с этой акцией. То есть вы должны видеть, куда она падает, до какого уровня она падает, да, куда ей идти. Тут видно, что она просто падает. Вы можете аккуратненько зайти и посмотреть, что будет дальше. Вы не угадаете, пойдет она дальше или нет. С другой стороны, вы также должны обращать внимание, то есть ли у нее потенциал движения дальше или нет. Второй момент. Казалось бы, что в эти дни, в активные трендовые дни, легко продавать. На самом деле это не совсем так. Продавать достаточно тяжело. Почему? Потому что волатильность рынка, волатильность акций обычно в эти дни очень увеличивается в разы. Понимаете? В 2-3 раза она может быть увеличена. Что имеется в виду? Если та акция, которая, например, делала раньше откаты 3, 4, 5, 10 центов, это для нее было нормально, она может сделать откат в 30 центов за долю секунды, и вы попадете на эту акцию. Сегодня ребята, которые торговали, не будем говорить кто, хотя мы знаем кто это, они не смогли заработать. Хоть я и писал, покупайте ТЗА. Просто покупайте тупо ТЗА и доливайтесь. Она откатывала аж раптом 1 раз за весь день. Сегодня, по-моему, не больше. Теперь почему покупать ТЗА? То есть, в момент, когда падает рынок, если мы говорим о торговле ETF-ами, мы можем продавать обычные фонды, типа SPY, QQQ, DIA и так далее. TNA и так далее. Или мы можем покупать короткие фонды. Я предпочитаю покупать короткие фонды, потому что все-таки позиция, что я не продаю, а покупаю, ну как-то вот она ближе мне, не только мне. Кстати, вы видите, что сканер сейчас показывает. Тут падение UCO, USO. Это нефтяночка все, видите? Мы же его не заставляем это показывать. Он показывает, что падает нефтянка. Вот он их сам поставил сюда. Это же не я их выбрал. Соответственно, ну глупо не воспользоваться. Значит, надо тупо продавать эту нефтянку, пока она падает. Но тоже аккуратно смотреть, какие бывают откаты. Сейчас в сканере New High New Low, я нажму сейчас на боку F, вы увидите, что стоит. Стоят вот такие цифры. Принимается NASDAQ, принимается NICE, принимаются ETF, цена от 10 долларов до 100, объем от 1 миллиона и выше. И вы видите, очень хорошо показывает. Если я раньше исключал ETF и пытался поставить сюда NASDAQ только, сейчас я оставил это все дело, потому что это такой показатель, что происходит. Вы не пропустите здесь. Вот я сегодня показывал на этом рабочей зоне трейдера, показывал сегодня такие вот моменты интересные, как это выглядит, как эти покупки выглядят в New High New Low. Вот, например, вот этот. Все правильно. Это было там, по-моему, в начале сессии. Видите, рост SDS, TZA. Это короткие фонды. Фонды, ну или там Short Terms, да, или фонды, связанные с медведями. Да, Bear. Давайте посмотрим, что такое TZA, что такое SDS. Вот SDS, например, читаем. ETF, ProShares Ultra, Ultra Short. То есть Short – это короткий фонд, да, короткого действия. То есть, если рынок растет, этот фонд падает. То есть, вот в такие вот дни эти ETF-ы надо покупать. То есть, если бы я сюда их добавил, этого намеренно не делаю, но мог бы добавить SDS сюда, там же LL по золоту. То есть, вы бы видели, что эти фонды, ну, зеленые, а остальные все красные. Вот SDS зеленый, видите. SH можно добавить еще. Где брать эти фонды? У нас есть рабочая зона трейдеров, в которой это все давно хорошо структурировано и сделано. То есть, у нас есть, господи, вот такая вот закладочка здесь. ETF-ы, видите? Пожалуйста, посмотрите информацию по ним. В дни, подобные сегодняшним, ну, лучше и быстрее дает прибыль ETF, потому что он ходит все-таки не так активно, и туда можно достаточно много денег залить. Вот мы видим, что из прямого действия ETF-ов растет только GLD. Но я по памяти знаю, что это золото, да. То есть, золотой сектор сегодня с утра просел снова, а потом стал восстанавливаться. По ETF-ам здесь есть огромная база данных. Вот это уже выбранные сайты, отобранные, которые занимаются ETF-ами. Вот это, например, серия Ultra ProShares ETF-ы, да. Вот то, что мы с вами только что смотрели. Вот, например, ProShares Ultra Short. То есть, вот этот ETF, биржевой фонд SDS, как раз относится к этой теме. Вот сюда, вот к этим ProShares. Это серия ETF-ов разных. Вот тоже можно почитать, тоже все на английском, но там особо, в общем-то, читать нечего, вы их сразу увидите. То есть, все, что касается ETF-ов, короткие, длинные, наиболее активные, там, любые. Вариантов масса. Я это несколько лет все писал, поэтому здесь все хорошо структурировано. Вы сможете не выискивать даже в интернете, все здесь есть. Ну и вот короткие фонды. VIX, SH, SDS, TZA. Это, пожалуй, основные фонды, которые растут, когда падает рынок. То же самое дальше было, я помню, я еще писал. Рост коротких фондов на классике. Смотрите, вот это вообще классика. TZA, SPXU, это тоже короткий фонд по SPX. VIX, VIX, FAZ, FAZ. Вот это все короткие фонды. Причем, смотрите, это же все на сканере в режиме реального времени. То есть, вот как сейчас, смотрите, прямо сейчас он показывает, продолжает расти фаз. Да, вот сейчас. Прямо сейчас при нас с вами он показывает, что продолжает расти фаз. Он уже черти где, 43.36, он уже пробил вот эту вот, предыдущий этот минимум. И даже если бы мы торговали с ним только по минуткам, смотрите, как активно и хорошо он двигался. Были откаты, я не спорю. Ну, так уж совсем, чтобы без откатов не получается. Но он всю дорогу растет сегодня. И это очевидно, потому что SPY падает, естественно, растут короткие фонды. Вот, вот его путь сегодня. Начало от где-то 42, и сейчас уже 43.35. Доллар 35. 135 пунктов движения. Понимаете? Это много. Хорошо. Итак, в дни, подобные этому, активное падение рынка, покупаем короткие фонды. Вот, пожалуйста, SCO. Читаем, что за фонд. Тоже, видите, это нефтянка, но ультрашорт. То есть, короткий фонд, нефтянка. То есть, когда нефтяной сектор падает, этот фонд растет. Да? Ну, вот тут не заблудитесь, честное слово. То есть, логика в этой, в такой работе в том, что, если вы, ну, тренд такой непонятный, можно использовать стратегии, можно использовать, там, смотреть, какие акции более сильные, какие более слабые. Все понятно. Но, когда тренд очевиден, какой смысл тратить время и силы и деньги на то, что неизвестно пойдет или нет. Тогда, как фонды точно будут двигаться. Именно поэтому мы видим этот тренд, что вот все тупо кроваво-красное. Значит, все, будут падать индексы основные и будут расти фонды короткие, обратные фонды короткие. Медвежьи. Да? Их скупают в этот период времени. Ну, собственно, это основное, что я хотел сказать, что очень большая волатильность в этот момент. И вам даже торговать, даже продавать просто акции, которые падают, не обязательно, что вы сможете заработать. Потому что она может откатить больше, чем вы себе позволите. Больше, чем вы можете себе позволить. Понимаете? Это проблема. То есть, вы, например, у вас есть там небольшой лимит потерь, там 100 или 150 долларов. Да? Вы заходите 200-300, видите, что рынок валится и так далее. Она откатывает 30 центов против вас и вы уже должны. Уже 90 баксов минуса. И вы думаете, блин, вроде все и видно, и очевидно. Смотрите, вот крут, нефтянка как сейчас падает. И тут же мы видим рост SH. Квид. Квид этот. Это тоже ультрашорт. Про шерс. Видите, короткие фонды. 26,64. То есть, они не могут не расти в эти периоды времени. Они тупо не могут не расти. То есть, наша задача в этот момент воспользоваться ситуацией, пониманием, знаниями нашими, да? И заработать. Сейчас продолжим запись. Смотрим. Крут падает, да? Вот вы не знаете, какие ETF, и вы тут не разбираетесь, ничего. Вы видите, что это... Максимум, что вы узнали, что это нефтянка. Крут – это нефть. Хорошо. Заходим назад. Сюда у нас есть здесь закладочка Oil. Нефтяночка, да? То есть, вы можете выбирать, с каким сектором работать. Если сегодня более активный сектор золотой, значит, заходите в закладочку золото. Там для вас уже все отсортировано. Выбранные ETF, контр-ETF и так далее. Давайте посмотрим, например, закладку нефтянка. Здесь уже стоит априори USO и SCO. Вот этот вот SCO – это короткий фонд. Напарник USO. То есть, если USO падает, SCO однозначно будет расти. Он уже здесь есть. Здесь стоит доллар Канада, которая сейчас вот колеблется туда-сюда, не понимает, что с ней делать, потому что Канада чуть ли не первый поставщик нефти вообще в США, как оказалось. Поэтому мы сюда этот доллар Канаду и засунули. Но вот вы видите, что у нас растет. Энергия, короткие фонды выросли. SCO, SZO, DTO. ДТО – 2 доллара плюса сделал. SCO – 2 доллара 34 плюса. Это большие деньги. На 100 долларов, на 100 шерст – это 200 долларов движа. На 100 шерст. Умножьте на любое количество. Причем это работа очевидная. То есть, это мы не выдумываем, понимаете. Вот биржевые фонды, связанные с нефтянкой, с энергетическим сектором. Вот видите, SCO, DTO, DNO. Даже я не все написал. ДДЖ и так далее. Здесь просто надо смотреть, какие объемы по ним. Видите, если объемы вроде DNO, 40 долларов стоят, но объемы торгов по нему маленькие. Соответственно, DTO, SCO, DAC, объемы торгов, ну хоть какие-то. Вот DAC, как оказалось, самый большой по объему. Давайте его посмотрим. Что это за DAC? 19 долларов. Ну, такой аккуратненький. Вот его можно было поскальпить, грубо говоря. Вот поставить его на скальп. Машинка бы его всю дорогу скальпила, да? То есть, тут нечего выдумывать. Никуда не денется. Будет просто в этом рейнже стоять. Когда у вас минимум есть, вы с ним работаете. То есть, опять же, золото, соответственно, золотой фонд, да? Общая картина. Вот ETF и все. Пожалуйста. Все отобрано. Смотрите, какие из них есть. Особенно для тех, кому это действительно интересно, кто хочет в профессии задержаться. Но, в принципе, надо это все изучить. В каком плане? Ну, вот я, например, знаю, что EVZ это Бразилия, да? Ну, я запомнил просто. EVJ, насколько я помню, это Япония. Вот у меня здесь даже по Японии выделено отдельно. Видите? Trade Japan News. То есть, торгуете новости по Японии. Вот ETF, которые можно торговать. Там не так просто еще найти стаки на Японии, которые как-то зависят от новостей по Японии, да? Вот здесь, например, эти ETF-ы отобраны. Надо посмотреть, какие из них. Там даже не только ETF-ы, по-моему, там и акции. Вот это ETF-ы и акции, которые касаются каким-либо образом Китая, да? То есть, у нас не так много, собственно, прецедентов для торговли новостями. Это Япония, это Китай, это Канада, возможно, да? Это Европа глобально. И это, что еще, Америка, да? Кстати, посмотрите, вот то, о чем мы говорили. Здесь есть закладочка ETF-ы и видите, как здесь четко все видно. Мы видим, что SPY падает на росте доллара. Вот это та классика, которую я постоянно вас пытаюсь заставлять как-то мыслить более широко, что да, должен расти доллар. Если растет доллар, да, должны падать американские индексы. Ну, должны. Соответственно, прямого действия короткие индексы будут расти в этот период времени. То есть, на Форексе можно продавать евро, фунт, австрал, все остальное. Ну, там аккуратно надо смотреть, конечно. Но, опять же, это все показывается прямо в Таймуре, вот на этом одном мониторе. Смотрите, мы видим, да? Вот Европа. Видим, евро падает, фунт падает, австрал падает, Новозеландия падает и так далее. Рост SH, SDS, TZA. Это я все просто ручками сюда добавлял. То есть, как бы вы можете убрать эти вещи. Но если вы следите за чем-то, то лучше видеть это там графически. Что я имею в виду? Ну, вот я сейчас могу это все поубирать, например, отсюда. Уберу TZA, уберу отсюда SH, уберу TNA и так далее. И могу просто добавить, просто нажав на Insert. Добавить, например, если я хочу последить, например, за, я не знаю, там, SCO, например. Да, по нефтянке, SCO, UCO. Пожалуйста, я могу прямо сюда добавить. Вот, пожалуйста, мы видим, SCO растет, UCO падает, UCO падает. То есть, просто тупо цветом. И мы видим, что доллар-франк растет. Нажал правой кнопкой, нажал на Buy. То есть, это работа в трендовые дни, да? Когда тренд очевиден. Понимаете? Тренд должен быть очевиден. Если тренд не очевиден, да, можно мучить акции. Нужно. Тогда как, потому что обязательно в какой-то из дней какая-то акция сильнее, слабее и так далее. Видите, что с долларом происходит, да? Это минутка. Сейчас мы его успокоим на более старшем фрейме. Но мы видим, как он сегодня вырос и продолжается этот рост трендовый. Он в любую минуту может закончиться. Но пока этот рост есть, видите, все дополняет друг друга. За что я люблю Time Morrow. Мы видим доллар, рост. Мы видим тут же рост FAZ, короткий фонд тройного действия, да? Квид, SPXO, SDX. Это все растет одновременно. Все взаимосвязано. Окей? Вот. По нефтянке здесь, если правой кнопкой нажать, можно вбить дополнительные различные, скажем, вот активы. Я могу сюда добавить фонды короткого действия. Это было бы более правильно. По нефтянке. СССР, да? Был там у нас. Я таких и не помню еще. Самому надо подглядывать. Ну, всего знать нельзя. Вот энергетический фонд у нас. СССР, да? И ДТО давайте добавим. Кстати, таких дней не так много, вот как сегодня. Это просто последнее время участились эти дни. Поэтому, как бы, можно воспользоваться ситуацией. Обычно так очевидно не бывает. Давайте сразу же в золото добавим. Короткие фонды. Золото у нас не открыто. Откроем золото. Насколько я помню, там GLL. Да, вот GLL ультрашорт по золоту. Здесь даже выбрана идет выборка новостей по твиттеру. Трейдеров, которые торгуют. Вот здесь только по золоту, например, выборка стоит. Тех людей, которые торгуют именно золотом. Вот в основном отбор идет. То есть информация, которая касается золота в твиттере. И здесь видим, да? GLL, DZZ и DZZ. Надо смотреть тоже по ним объемы. То есть если там объемов нет, то нечего туда лезть. Но судя по цене, по GLL объемы должны быть. Давайте добавим сюда insert GLL короткий фонт и DZZ, например. Посмотрим, как они сходили. Ну, DZZ явно не ходит. А GLL еще куда не шло. Но GLL и DZZ попробуем еще. Вставляем DZZ. Ну вот. То есть все-таки в эти дни старайтесь применять логику. Чтобы воспользоваться ситуацией.